Всем привет! Вы на канале Советы стоматолога и уже давненько вы просили разобрать продукцию линейки Асепта, производителей Биртекс. Это будет одно из трех видео, посвященных зубным пастам и не только, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. А мы сегодня с вами разбираем реминерализующую зубную пасту и так как на передней поверхности информации мало, мы будем с вами смотреть дальше. Сзади, слева, перечисляются основные действия пасты. Она способствует укреплению зубной эмали, снижает повышенную чувствительность зубов и десен, повышает устойчивость зубов к образованию кариеса. И клинически доказано, реминерализующие действия улучшения состояния на 64% и десенситивная функция улучшения на 66%. Правее идут активные компоненты. Гидроксиапатит восстанавливает повреждения и укрепляет кристаллическую решетку зубной эмали, повышая ее устойчивость к воздействию вредных кислот. Термальная грязь и экстракты леутерококка снижают повышенную чувствительность десен и зубов, повышают прочность зубной эмали. Растительный фермент папаин расщепляет минеральный матрикс на зубных отложениях и препятствует их повторному образованию, сохраняя белизну зубов. Экстракт календулы ускоряет процессы регенерации слизистой оболочки полости рта, подавляет рост колесогенных бактерий. И прежде чем мы перейдем к составу, хочу заметить, что тут также нет индекса абразивности на упаковке, хотя тут он составляет 100 единиц. Я считаю, что это довольно много и не стало бы назначать пасту на постоянной основе. Курса может быть, да и то не каждый день. Но кто пользовался постоянно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях ваши впечатления. А теперь перейдем к самому интересному, к составу. После воды идет диоксид кремния, это абразив, за счет которого паста имеет очищающие свойства. Дальше, какамидопропилбетаин, это ПАФ с низким фактором опасности. Именно он заставляет пасту пениться. Дальше мы видим гидроксиапатит, то действующее вещество, которое укрепляет эмаль. За него всегда плюс, правда я не знаю, сколько его здесь, но то, что он есть, это хорошо. Дальше идет ксилит, он тоже обладает таким противокариозным действием, за него тоже плюс. Цитрат калия снижает чувствительность зубов. Дальше про экстракт элиутрококка мы с вами читали, тот же экстракт календулы. Цитрацинка антисептик блокирует рост бактерий и затвердевание минералов, которые образуют зубной камень. Дальше мы видим диоксид титана, он придает пасте белый цвет. Карбоксиметилцеллюлоза натрия, это стабилизатор и загуститель с низким фактором опасности. С термальной грязью и папаином мы с вами уже знакомы. Дальше идет метилпарабеннатрия и пропилпарабеннатрия, это два кассерванта со средним фактором опасности. Сахарин натрия, это подсластитель, ксантановая камень, это еще один стабилизатор и загуститель. И последний компонент краситель, но непонятно какой, обычно пишут хотя бы его номер. Дальше идет способ применения. Нанести небольшое количество пасты на зубную щетку, чистить зубы 2-3 минуты, прополоскать рот водой. Но 2-3 минуты для чистки всегда мало, особенно если мы еще пользуемся, а надо пользоваться зубной нитью и ершиками. Так что на вот эти минуты не обращайте внимания. Чистка зубов всегда занимает больше. Также тут указывается, что паста подходит для ежедневного применения, но с индексом абразивности 100 я бы поспорила. Не содержит фторидов, лауреусульфата натрия и антисептиков. Кстати говоря, если вы зайдете на сайт, там будет еще в описании пасты, и это и других, что также паста не содержит парабены, хотя в составе оба 2 они тут есть. Так что у меня вопрос. А теперь откроем пасту и посмотрим на нее. Здесь есть вот такой вкладыш. Здесь перечислена основная продукция и ее описание. Но это не очень интересно. Дальше достаем пасту. Сам тюбик выглядит вот так. Здесь 75 миллилитров. Паста защитной мембранной закрыта. За это всегда плюс. И паста, ну, такого светло-зеленого цвета. Что я могу сказать? Паста стоит в районе 200 рублей, а состав, ну, средненький. Плюс здесь достаточно высокий индекс абразивности. Поэтому моя оценка где-то 6 из 10, наверное. Но если вы со мной не согласны, я жду ваших комментариев. А пока что я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok